Петерболт это порода грациозных и очень элегантных кошек без шерсти. Они умны, интеллигентны и обожают своих хозяев. Надо сказать, что и владельцы этих кошек без ума от своих подопечных. И вряд ли когда-нибудь смогут поменять их на представителей любой другой породы. Чем так покоряют Петерболты? Смотрите в нашем сюжете. Подпишись на мой канал и ты узнаешь все о воспитании собак и кошек. Я рассказываю про разные породы и помогаю выбрать питомца именно для тебя. Со мной в команде работают ветеринарные врачи, кинологи, грумеры и даже зоопсихологи. Подпишись! Изящная, необычная и молодая порода кошек выведена была в Санкт-Петербурге. Российские филинологи решили скрестить Донского сфинкса и ориентальную короткошерстную кошку. В результате в 1994 году на свет появились первые котята. Петерболты не назовешь кошкой, которая гуляет сама по себе. Ведь этот питомец просто обожает общение с хозяином в прямом и переносном смысле. Петерболт любит быть в центре внимания. Имейте в виду, он очень разговорчив. Это качество досталось ему от ориентальных кошек. Да, характер у них практически ориентальный. То есть я не думаю, что там от Донского сфинкса что-то есть. Ну, наверное, есть где-то. Но в основном характер у нас ориентальный. То есть мы собаки, мы очень любим хозяев, мы очень любим поговорить. А для ориентальной породы это же вообще очень свойственно. Мы любим поговорить, попеть песни. То есть, в принципе, Петерболт – это тот же ориентал, только без шерсти. От ориентала Петерболтам достался и внешний вид. Голова у них длинная, узкая и несколько вытянутая. А еще у них удивительно красивые глаза. Миндалевидные формы и чуть раскосые. Петерболт не обязательно должен быть совершенно голый. Возможны варианты. У Петерболтов есть четыре вида покрытия. Это абсолютно голая, вот убежала она, резинка. То есть нет вообще ни миллиметра шерсти. Потом есть флоковые или велюровые. У них покрытие миллиметр два. И вот оно самое приятное на ощупь. Оно шелковое такое. Вот гладишь, вот действительно ты гладишь велюр. Есть вот браш. Это тот же флок-велюр, но более с большой шерстью. Ну и бывают Петерболты прямошерстные. То есть это абсолютно ориенталы. Петерболт – исключительно общительная и ласковая кошка. Она готова дружить со всем миром. И хозяину придется соответствовать. Этим кошкам жизненно необходима любовь и ласка. Они очень любопытны. Даже не пытайтесь что-то спрятать от них. Петерболты совершенно не злопамятны. Они безумно добрые и ласковые кошки. Легко переносят переезд. Самое главное для них – это быть рядом с хозяином. А где – уже совершенно не важно. То есть эта порода очень хороша для тех, у кого есть детки, у кого семьи большие. Они очень-очень любят и в центре внимания быть. И когда много членов семьи, они очень это любят. Логично предположить, что расчесывать этих кошек не надо. Однако ухаживать за ними все же придется. Во-первых, следите за температурой воздуха в квартире. Оптимальное – 20-25 градусов. Сквозняков быть не должно. В межсезонье, когда еще не включили отопление, питомцев необходимо одевать. Мнение о том, что температура тела у голых питомцев выше, чем у других кошек, является мифом. Температура тела и у бесшорстных кошек, и у кошек с шерстью совершенно одинаковая. Петерболды любят загорать, а потому следите за тем, чтобы нежесть на подоконнике кошка случайно не обгорела. У Петерболды нет ресниц. Из-за этого выделения скапливаются во внутренних уголках глаз. А значит, глаза этим кошкам нужно регулярно промывать. Петерболдам, как и большинству сфинксов, присуща одна особенность – они потеют. Через их кожу выделяется воскоподобный коричневый налет. Их, конечно, надо купать. Раз в 10 дней, раз в полмесяца, кто как. Но мы к купанию не приучены, поэтому мы протираемся салфетками влажными. Ну или детскими какими-то. Потому что потеть мы потеем. Здоровье у петерболдов крепкое. Однако следите за питанием. У представителей этой породы нередко бывает аллергия. Например, на курицу. Встречаются, конечно же, и генетические заболевания. Но их совсем немного. Главное – ответственно подойти к выбору заводчика. Ну, конечно, котенка надо выбирать из питомника. Ни в коем случае не с рук, с каких-то объявлений, не с птичьих рынков. Потому что питомник – это показатель все-таки здоровья котенка. Потому что в питомниках очень следят с самого раннего детства. Прививки вовремя. Уход очень хороший. Петерболд – порода необычная и очень интересная. Мы уверяем вас, что заведя такого питомца дома, вы готовы будете рассказывать о нем часами. Настолько он вас поразит и влюбит в себя. Продолжение следует...